Остались считанные дни до окончания срока подачи проекта в Далгофулского променада. Самый удачный будет реализован, и у нас появится прекрасная возможность насладиться прогулками вдоль Далговы. Сейчас на реке тишь и благодать, но так было не всегда. Здесь кипела жизнь. Река – свидетель множества интересных событий, о которых мы стали уже забывать. Предлагаем вспомнить самые значимые вехи в истории реки, которая дала жизнь нашему городу. Во все времена река имела важнейшее значение в жизни населявших ее берега людей. Когда Далгова называла Западной Двиной, люди возводили на ней замки и крепости, ведя торговлю и обороняясь от врагов. Мы находимся на берегу Западной Двины. В 1810 году велением Александра I начато строительство Диноборской крепости. На правом берегу находится у нас цитадель, на левом берегу предмостное укрепление. 1-2-3 июля 1812 года гарнизон крепости дал бой французским войскам маршала Удина возле предмостного укрепления, которое они штурмовали с Калкунских высот. В трехдневном штурме отразили атаку противника, и в ночь на 4 июля противник ушел в сторону Полоцка, а между берегами наводился на плавной мост, который охраняло предмостное мостовое прикрытие. С течением времени менялось устройство жизни города, но необходимость переправляться на противоположный берег оставалась неизменной. История Довгоопилских мостов длится уже 200 лет, потому что первый мост был построен в 1811 году, это на плавной мост. История мостов такова, что это не только объекты архитектуры, но и стратегические объекты, поэтому они сразу вливаются в мировую историю. И вот этот первый наплавной мост, он стал знаменитым при нападении армии, французской армии на Динабург. Сегодня через Даугово мы видим два моста в черте города. Самый известный – это мост Единства или Грифский. Его строительство началось под руководством 10 немецких инженеров в 1930 году. По рассказам современников, удары молотков раздавались на нем от темна до темна. 100 человек самоотверженно трудились, возводя мост. Металлические детали изготавливались в Германии, куда неоднократно ездили представители Думы и Министерства, следя за качеством работ. Перед открытием в 1935 году мост тщательно проверяли на прочность. Каждая из ферм выдерживала до 400 тонн. За свою историю мост неоднократно перестраивался, в отличие от каменных опор, которые остались со времен постройки, неизменными. Чего нельзя сказать об опорах железнодорожного моста. И в этом нет ничего удивительного. Он гораздо старше и претерпел немало за свою жизнь. Мост строился 4 года и был открыт в 1862 году. Он стал частью железнодорожного пути сообщения «Санкт-Петербург-Варшава». Автором проекта был польский мостостроитель Станислав Кербец. Это сейчас мост служит только для движения поездов. Изначально он был универсален. По нему могли передвигаться пешеходы, гужевой транспорт и автомобили. Городу мост приносил солидный доход. И не мудрено, так как пересечь его можно было только раскошелившись. Везло только пешеходам. Они могли оказаться на противоположном берегу совершенно бесплатно. Велосипедисты платили 2 сантима, гужевой транспорт 25 и автомобили 50. Зимой мост не был популярен, так как через Дагу были проложены санные пути, которыми народ и пользовался. Сейчас можно увидеть фрагменты старых трубчатых опор моста, которые стоят здесь и по сей день. А деревянные сваи – это всего лишь остатки строительных лесов. Трагическая судьба настигла деревянный мост в Гайке, опоры которого можно видеть и по сей день. Был он построен в 1915 году. В 19-м разрушен, но вновь восстановлен и прослужил до 1922 года. В тот год ранней весной начался небывалый ледоход. Ледяные глыбы сверховьев реки в угрожающем количестве начали скапливаться у моста. Он не успевал пропускать сквозь себя такое количество льда. При таянии это грозило страшным наводнением, а в случае разлома конструкции мог пострадать стоящий ниже по течению железнодорожный мост. А этого допустить было нельзя. Риск был огромным, и властями было принято нелегкое решение – мост в Гайке сжечь. Вообще наводнение – это был бич для города до тех пор, пока по проекту военного инженер-капитана Павла Мельникова в 1841 году не была возведена 6-километровая дамба. В дальнейшем она была продлена выше по течению, чтобы защитить район Гайка от большой воды. По примеру города Грива возводит земляной вал, защищающий ее от наводнений. Городскую дамбу для надежности одели в так называемую каменную рубашку, фрагменты которой можно увидеть сквозь траву и мелкий кустарник. Кто не знает арку у парка Дубровина? Некогда это был причал, к которому швартовались кораблики и лодки. Даугова была судоходной рекой и весьма оживленным местом. В 1886 году на нашей реке появилась пароходная пристань. Появились несколько пароходов, например, пара Агресс, Витус, который приобрел граф Зиберкоплядер, основатель нашего санатория Погулянка, для своих знатных посетителей, для своих пациентов даже быстрее, которые поправляли здоровье в санатории. Ну, а следующий важный этап в истории нашего города – это 1892 год, когда появляется еще одна грузовая пристань. И это было связано с появлением пароходного движения между Витебском, нашим губернским городом, и городом Динобургом. Впоследствии с 93-го уже города Двинском. Невозможно в одном сюжете рассказать обо всех событиях, произошедших на этих берегах. Но все-таки мы приоткрыли завесу истории и попытались вспомнить о том, что было важным для развития Даугавпилса.